Компания «Элта» представляет Реальная работа Это процесс трансформации длиною в полгода Первые три месяца под руководством Эндокринолога, тренера и психолога Сколько тренировок было силовых недель написано? Три! А ты сколько сделала? Две! Второй этап – три месяца самостоятельной работы Без экспертов Анастасия вообще ничего не соблюдает Анастасия очень плохая девочка Я же утром кушала Реальные истории Реальные преодоления Тяжело Иногда ты, бывает, плачешь подушку Реальные победы Если мне страшно, я делаю шаг вперед Реалити-проект о жизни людей с диабетом Мы бросили себе вызов, а ты? Неделю назад в загородном доме состоялась первая общая встреча Участников проекта «Диа-челлендж» с экспертами Первые открытия Первые позитивные эмоции И уже во вторую встречу Первые сомнения и даже слезы Анастасия все плохо с отчетами Значит, Анастасия каждый день Не знаю, как она будет это делать Но она должна это делать Отчитывается поднимнику питания На обозрение всем Ну, с первой встречи у меня сначала был такой Как-то тебе там заставляет тебя что-то делать, да? Тебе там диктуют правила, как ты должна жить И как ты должна себя вести Даша, слушай, мы видели, что когда была тренировка с Алексеем Там происходили какие-то парадоксальные вещи Крики Я не представляю, как это переделать все Я привыкла делать кардио Не надо представлять тебе Анастасия все переделает Я делаю больше нагрузки Он мне говорит, что мне не нужна такая нагрузка Мне нужна сила А я делаю много кардио Он говорит, что не надо Правило проекта Диа-челлендж номер один Обязательное выполнение рекомендаций И домашних заданий от экспертов Правило номер два Ежедневные отчеты о проделанной работе Потому что уйдя сейчас домой Каждый может тут пообещать одно, да? В итоге делать по-своему Но выкладывая результаты, показывая Эта дисциплина Ты хочешь, не хочешь, ты будешь это делать Что, к сожалению, не все участники делают А без этого врач не поможет У нас секретов нет ни для кого Веронике базис поставили почти каждый час разный И попробуй тут разобраться Каждый час разный Поэтому для меня важно в первую очередь Изначально отчет по еде Отчет по самоконтролю И, соответственно, отчет по введению инсулина Даже беременная я когда ходила Это, наверное, был самый такой период Когда я за собой очень строго следила Но я даже тогда этого не делала А сейчас ты взвешиваешь еду Ты все подсчитываешь И сахара себя ведут На удивление совсем по-другому Чтобы я раньше взвешивала еду Боже упаси Я вообще даже об этом не думала Что это надо делать Что это вообще кто-то делает Это моральный даже такой момент Допустим, ты по работе не успел что-то написать Тебя надо вечером сеять и вспоминать Сколько чего ты ел То есть это как бы в любом случае Надо делать Вот ты поела, сразу записала, что ты съела Вот этот момент тяжеловат Но это, я думаю, что тоже дело привычки Да, это рутина Но это рутина, которая осознанно принятая И необходимая Поэтому это нужно делать И я это принимаю В эти условия игры Сложнее всего включиться в работу По мнению экспертов Будет Нюри Шариковой Любительница путешествия Отправилась во Вьетнам На две недели И вместо отчетов Пока шлет в общий чат Диа-челлендж Экзотические приветы Ты что творишь? Разве так можно? Это не очень прилично Встали на позицию Три Два Поехали Жесть! Жесть! Можно на локтях, можно на руках Смена точек У нас на самом деле не так много времени Всего три месяца плотной работы Поэтому хочу сразу вас предупредить Что если кто-то из вас Не будет выполнять рекомендации экспертов Будет филонить Нам придется с вами расстаться Потому что нахождение здесь Этого участника потеряет всякий смысл То, чем мы здесь занимаемся Это вопрос жизни Жизни и смерти Не побоюсь этих слов Это очень важно Это очень серьезно Моя бабушка болела сахарным диабетом Второго типа 20 лет И покончила, да, как бы свою жизнь С ампутированной ногой Моя тетя двоюрная Болеет сахарным диабетом Наверное, уже более 50 лет Это первый тип диабета Она заболела в молодом возрасте У нее прекрасная семья У нее есть ребенок И она с идеальными сахарами На сегодняшний день живет И не имеет тех осложнений, которые имела моя бабушка У вас есть руки, ноги, голова замечательная Но нужна компенсация заболевания Для того, чтобы это все не потерять 11 мая не просчитывали, уваживая Где просчет? Нет просчет Считайте, пока это каждый день Пока вот прям это не будет, да, когда все на автомате Здоровье это действительно самое главное Без него у меня не будет этой красивой картинки В инстаграме машины, на которой я приеду И новую юбку я никому не покажу Ну, соотношения неплохие На самом деле Так, что у нас еще не получается БЖУ я знаю А вот БЖЕ, как это рассчитывать Как рассчитывать эту энергию То есть я поняла, что значит Некоторая еда Она действует Бывает такое, что она действует быстро А иногда бывает действует долгое время И на каждую эту еду Значит нужно делать Получается Либо длинный болюс То есть растягивать инсулин Который через помпу поступает Либо быстрый То есть на самом деле Я еще пока не до... Честно, я еще не до конца разобралась В этом всем Поэтому если вдруг я что-то сказала Неправильно Прошу меня простить Я это посчитал Не знаю Пойду к Анастасии И посмотрю, что она скажет По этому поводу Пока не могу сказать Задание я выполнил Или не выполнил Эндокринолог проекта Анастасия Плещева Оценила знания участников О диабете И их уровень компенсации По пятибальной шкале Самые высокие оценки На старте Получила Дина Томинова У нее почти нет вопросов По заболеванию к экспертам А для участников Диа-челлендж У Дины всегда находятся ответы Стараюсь помогать Если меня спрашивают Всегда отвечаю Но оговорюсь Во-первых, я не врач И да, у меня большой опыт Да, у меня отличная компенсация Да, я немало знаю про это заболевание В курсе всех новинок И всего того, что происходит И в России, и в мире И по законам Но именно в плане компенсации Разумеется, я никогда не говорю Человеку, делаю так или иначе Я всегда говорю, что Есть такое правило Это раз Я делаю так У меня работает это два И третье Попробуйте сделать вот так Безусловно, мониторе сахара Да И возможно у вас это тоже сработает Это все глубоко индивидуально У каждого по-разному Даже взять нашего участника Диму Шевкунову Да, который тоже на ручках И я на ручках И у нас совершенно разные коэффициенты И по-разному организм реагирует на любой продукт Белок Это углеводы Это все по-разному И поэтому тут надо Чтобы каждый человек Подходил индивидуально К своему организму Даже инсулин Кому-то подходит Хумолог Хумулин Кому-то подходит Навропит Лантус Дин Вот скажи пожалуйста Как у тебя вообще прошла неделя? Что нового? Прошла сложно, тяжело и ужасно Этого достаточно Дин, мне кажется Ты крайне позитивный персонаж Который всегда подбодрит И подскажет правильную дорогу позитива по жизни Сегодня Дина не настроена шутить с ведущим На этой неделе правда И ее диабете вырвалась наружу И Дина Доминова пожинает первые плоды Своего участия в проекте Диа-челлендж Потому что все-таки проект широкий Это социальные сети и все остальное И мне начали задавать напрямую вопросы Уже конкретно И я не совсем была к этому готова И наверное отреагировала Не во всех случаях правильно Я вообще на самом деле думала Что я такая, что я вообще никак не реагирую Цехара у меня на стресс Но как выяснилось Ну а что здесь за стрессовая ситуация? Здесь была стрессовая ситуация? Да, по-моему Дополнительным испытанием для большинства Участников проекта Как выяснилось Являются сами съемки С момента кастинга прошел уже целый месяц Однако волнение перед камерами Не отпускает до сих пор Даже я имею стаж 21 год Я не знаю, что со мной произошло Я сказала 23 года Я до сих пор не могу понять Как я это могла сказать Я живу с диабетом 33 года Мне 33 года Такое чувство страшное Но телевидение И в общем-то я почти полночи не спал Четыре камеры со всех сторон Что-то это Тебе еще какую-то штуку-то цепляет То есть это вообще То есть я не думаю, что настолько все это серьезно Вероника Только что мы наблюдали Как вы с Алексеем занимались активно Да, там на лужайке, на ковриках Вот, идеально Да, вот вообще не придраться Идеальный выпад На самом деле это сложный обратный выпад Это на самом деле технически очень сложное движение Сильно далеко шаг просто не делай Хорошо Алексей заметил результаты за эту неделю Алексей сказал, что сразу видно тех Кто хорошо и усердно занимается Я думаю, это достаточный комментарий того Что я все делала правильно И я буду продолжать в том же духе Стараться его радовать В общем, что хочу тебе сказать Ты пока самая ответственная у нас из участников Потому что ты сделала все домашнее задание Которое тебе дал Я смотрю, да, на фоточки и видео Девочек из залов Я думаю, что-то я лох У меня тут 7 тысяч шагов Да, ну брось, это не так просто на самом деле У меня сейчас тоже, да, задание 7 тысяч шагов Да, я там 3000 редко когда нахаживаю Сейчас давай мы с тобой поделаем несколько упражнений Я просто посмотрю по технике, поправлю тебя Чтобы потом ты уже уверенность себя чувствовала на круговой тренировке Идем сюда Задача будет делать 10 махов в сторону в прямых руках 10 толчков над головой Потом просто в стороны прямыми руками Мы когда заканчивали второй круг Очень тяжело было Три, два, поехали Я вообще начала тошнить, мутить, звездочки перед глазами Вот Алексей меня, значит, положил ногами вверх Полежи, 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 ненормально Сейчас станешь снова, давай закружаться И вроде стало полегче Я отлежалась на минут пять, наверное И как-то вроде все нормально Думаю, сейчас я встану и продолжу Встала и поняла, что не могу Потому что как только встала, сразу голова опять загружилась И уже меня положили до конца тренировки отдыхать Тем более все эти камеры Я прям была звездой И я, знаете, я лежу и думаю Боже, это же увидят мои друзья Единственное место, куда до сих пор так и не смогла попасть съемочная группа Кабинет психолога Каждый раз, когда туда пытался проникнуть ведущий Его просили закрыть дверь снаружи За этой дверью Лена О чем они там беседуют, мы сейчас узнаем Поехали Сегодня Лена расскажет нам свою историю жизни с диабетом Расскажите, о чем у вас тут речь Диагноз сахарный диабет Лене поставили в 13 лет Она еще толком не знала, что это такое Но понимала, а главное, чувствовала Ничего хорошего Я рыдала Я помню, во-первых, я сначала переболела сильно гриппом Температура, помню, была под 40 Это за полгода до постановки диагноза Тяжелейший был прям грипп И вдруг летом меня начало тошнить постоянно на улице Такое предобморочное состояние Вот, ну, ни с чего Мама начала там советоваться со знакомыми, работе Вот у меня у дочери вот такая ситуация Она худеет, она вот ее все время голова кружится, ее рвет А ей все говорят, да ладно, переходной возраст у наших тоже самое у детей И так вот продлилось месяца три И потом я начала пить воду по ночам прям ведрами Прям вот, ну, пять литров это минимум я могла за ночь выпить И мама говорит, что это не то, давайте анализ И меня папа повез в больницу Сдаем сахар, у меня сахар 18 Три креста от стона Вот, и все, и меня на госпитализацию Первое, что делает папа ради дочери Уходит из бизнеса И устраивается в благотворительную диабетическую ассоциацию Чтобы узнать как можно больше о ее болезни Жизнь семьи с момента постановки Лени диагноза Меняется кардинальным образом Был даже момент, когда я еще была ребенком И просто нам сообщили, что... Я сама из Саратова И нам сообщили, что проблемы с инсулином Что инсулин, возможно, больше не будут выдавать И в тот момент я просто поняла, что... Ну, что это конец Что, может быть, все, ну, как бы я завишу от государства Я завишу от какого-то препарата, да Вся моя жизнь от этого зависит И меня перевели... Ну, предложили инсулин, который был у них Но тогда было страшно И у родителей не было денег, чтобы его покупать И, ну, это надо было ехать в Москву, чтобы его закупать Я пользовалась тем, что было И вот так вот мы жили год Были моменты, когда там не было... Нечего было кушать, да И там приходилось, там, чуть ли не одну чечевицу есть Ну, такой период был в жизни Благодаря усилиям родителей Лена довольно быстро налаживает отношения с диабетом Серьезное заболевание не мешает ей Получить высшее образование и престижную работу А любимый муж с красавицы жены глаз не сводит Мы все время были вместе, ну и шага не могли бездруг сделать Они понимали друг друга с полуслова Были внешне похожи И даже диагноз у них был общий Он категорически не хотел даже со мной это обсуждать вначале Я просто сама поняла, увидев уколы на руках А потом начала уже в лицо, ну, прям в лоб спрашивать Но он один раз даже сказал, нет Ну, когда был приступ, я его вывела из приступа Из гипогликемии А он мне сказал, это у меня эпилепсия Он считал, что это будет лучше, чем признаться, что у меня диабет Но потом, ну, спустя два года он понял, что я чувствую его Он не знал, что у меня диабет тоже Но он не мог понять, почему я его чувствую, почему я столько много про диабет знаю И он открылся И Лена, возможно, ответила бы мужу тем же Если бы не его категоричность во всем, что касалось диабета У нас уже ребенок, ему уже полтора годика И он говорит, вот встретил знакомую, а у нее диабет Так мне ее жалко, я говорю, а почему жалко? А ей было лет 28, его знакомая Я говорю, а почему жалко? Да вот она диабетом с детства болеет, и у нее нет детей Я говорю, а почему детей нет? Ты что? С диабетом нельзя рожать детей? Девушки не могут с диабетом? Я говорю, почему не могут? Да или ребенок будет больной, или вообще он умрет Или для матери это будет очень плохо На мой взгляд, это все-таки неосведомленность Не каждый хочет приблизиться к данной ситуации Наоборот, отталкивает У меня есть пациенты, у которых буквально вот две девочки Которые до сегодняшнего дня не верят в то, что у них есть сахарный диабет Человек не хочет признать, что у него есть это заболевание Как мой муж говорил, вот я себя перебарываю Я прям с ним борюсь с этим диабетом Вот у меня гипогликемия, я сейчас в кому уйду Я не буду есть сладкое Потому что я не принимаю диабет, я его хочу перебороть Борьба – это один из таких героических, мифологических способов Относиться к жизни Есть другие способы И, собственно говоря, они тоже доступны человеку И в этом смысле диабет может быть врагом Диабет может быть учителем Диабет может быть кем угодно Все зависит от той позиции, которую сможет занять человек И выстроить отношения со своим диабетом Диабет я сравниваю с марафоном, потому что Ты вроде как идешь, ты вроде как особо не напрягаешься Но тебе надо понимать, что ты постоянно должен это делать Ты не можешь остановиться Если ты остановишься сейчас, ты просто не дойдешь до финиша Через вот эти вот долгие-долгие часы и годы Лифт На какие кнопки ты будешь нажимать? Туда он тебе и повезет Сахарный диабет я сравню С... Наверное, с ребенком Ну, с маленьким ребенком Возможно, которого взяли из детдома Но он маленький еще, когда еще можно перевоспитать Там, по-моему, до трех или до пяти лет Можно вложить Вот что ты вложишь сейчас Моему, правда, ребеночку уже 15 лет Мне тяжелее Участники проекта Диачеллендж говорили о своем заболевании Как о снежной лавине, хищном звере и даже радуге Но ни один из них не согласился с тем, что диабет Это образ жизни Сахарный диабет – это не образ жизни, потому что образ жизни Можно всегда поменять А сахарный диабет с нами навсегда И не мы этот образ выбрали Это такое явление, нарушение, да? Которое корректирует твой образ жизни Лена Владимировна, расскажите, пожалуйста, что беспокоит? Я устала Я вот как три года муж умер Я не могу вот из этой депрессии выйти У меня вообще отпустились руки и понеслось И я начала чувствовать, что у меня зрение падает К вечеру у меня все в глазах темнело Не менее в ногах Ну, какие-то вот такие вот звоночки начали поступать Только глазками последим Он умер, он так и не знал, что у меня диабет И вот я сейчас понимаю Ну, как это было неправильно Брови вверх поднимем, удивимся, нахмуримся Зажмурим глазки сильно-сильно Чего я боялась, случилось Теперь я вообще ничего не боюсь Теперь, я не знаю, у меня После смерти мужа изменилось сознание Помню, иду по парку Ну, где мы часто гуляли с мужем И вижу, ругается муж с женой Там бегает маленький ребенок А они ругаются У меня до слез, мне прям вот Хотелось закричать Ну, перестаньте вы ругаться Живите лучше Радуйтесь, что вы вот сейчас есть Здесь сейчас Вы вместе Особых патологий, связанных с диабетом Во время комплексного медицинского обследования У Лены выявлено не было Вернется домой, успокоит сына В последнее время Он задает слишком серьезные вопросы Мама, а ты не умрешь? Все время спрашиваешься Я говорю, нет А он говорит, ну папа же умер Мне психолог сказал, что надо с ним разговаривать открыто Надо говорить так, как есть В заключении о причине смерти Лениного мужа говорится Смерть наступила от интоксикации, развившейся в результате флегмоны левой нижней конечности Кетоацидоз Декомпенсация диабета Он начинает Ты же, значит, тоже можешь умереть, если у тебя такая болезнь есть Ну и вот объясняю ему, что если за собой следить То ничего не будет Но ему теперь страшно, мам, а я не буду болеть Я говорю, ну если ты будешь заниматься, продолжать спортом, как сейчас занимаешься Будешь следить за питанием, то, возможно, обойдется Можно? Да, заходите, Елена Здравствуйте Здравствуйте Как ваше самочувствие? Хорошо Как настроение? Отлично Участвую в проекте, я начинаю понимать, что, ну, как-то все во мне меняется Я, может быть, смотрю на людей, которые также участвуют в этом проекте И у меня, мне охота поменять жизнь Мне кажется, мне, если я встречу человека, ну, которого полюблю Мне кажется, у меня изменится тогда все Я бы хотела нарисовать мечту Солнце и ветер, молнию налету Я хочу видеть океан Я хочу быть счастливой Я хочу стать президентом Российской Федерации И чтобы у всех все было прекрасно Диа-челлендж Время движения к мечте Встретимся через неделю Диа-челлендж Субтитры создавал DimaTorzok